Добрый вечер, парыша Сваикра, на нашу недельную главу и на фразу, про которую мы уже сегодня учили утром. Одам киёкриф микэм корбэн лохавая, что человек, если принесет из вас жертвоприношение Всевышнему, мин хабэгеймы от животного, умина бокору, умина цон, от крупнорогатого скота, от мелкорогатого скота, принесут свои жертвы. И какие у нас вопросы есть в этой фразе? Ну, первый вопрос, который мы сегодня обсуждали, здесь немножко более подробный ответ. Почему написано «человек, который принесет из вас»? Правильно было бы написать, что человек из вас принесет жертву, а не «человек принесет жертву из вас». А второй вопрос, почему написано «человек»? Ведь мы знаем, есть четыре разных слова, которые обозначают «человек». «Одам», «Энош», «Иш» и «Гевер». А «Одам» — это самый высокий титул, показывает на человека, который достиг совершенства. Жертву же мы приносим в каких-то случаях, когда мы согрешили. И даже «Томмит Ойла» — это жертвоприношение, которое мы приносим, чтобы нам Всевышний помог сделать шубу за то, что мы не сделали какие-то положительные заповеди. А все остальные жертвоприношения за то, что мы сделали маму Шавейру. И почему, когда идет вещь про жертвоприношения, то есть человек явно споткнулся и говорится «Одам». И четыре вопроса у нас. Третий вопрос... Какой третий, четвертый вопрос? А четвертый знаю, а какой третий? А, третий вопрос такой, что вообще надо было начать посок так. «Если человек решит принести жертвоприношение?» То есть, как бы вот эта фраза «Если человек из вас принесет жертву Всевышнему, вообще ни о чем. И что?» То есть, надо было сразу сказать конкретно, что нужно делать. А это какая-то такая общая фраза, совершенно общая, ни о чем. А и последний вопрос. Начинается предложение в единственном роде, а заканчивается во множественном. «Если человек принесет жертву, окончается и принесете ваши жертвы». Во множественном, неправильно. Мы знаем простые правила любого языка, наверное. Что ты должен держать тот рот, с которого ты начал предложение, да? Ты не можешь перескакивать. Окей, и это то, что мы хотим ответить и найти ответ на все эти вопросы. И объяснение такое. Что в Тане объясняется, от имени Эца Хайм, что душа сама не требует никакого исправления. И не спустилась она вниз, а только для чего? Наоборот, исправить. Тело и животную душу. Правильно, молодцы. «Вехалкой бойлом» и свой удел в мире. Это ради чего мы здесь, в этом мире. В этом наша вся миссия. Сделать из всех вещей в мире храм для Всевышнего Благословенного. И объясняет Фриде Киребе, что одна из самых главных служб было в храме, это именно было жертвоприношение. Почему? Потому что Корбан, жертвоприношение, от слова «киру в приближение». Это тайное жертвоприношение. Приблизить мир ко Всевышнему. Мир от слова «хэлэм» в эгэстер, сокрытие, как мы с тобой говорили, сейчас обсуждали, что это наш мир, мир лжи, несправедливости и темноты, и сокрытие. А приблизить его ко Всевышнему и сделать из него сосуды для божественности. И как бы вот эта вот тайна жертвоприношения. Спустить шхину в этот мир. Это то, что делает жертвоприношение. Это главная цель. То есть, если бы мы видели, что происходит в тот момент, когда приносили жертвоприношение, как все-все уровни мира приподнимались и становились ближе ко Всевышнему. А включались в его божественный свет. И вот это цель. И теперь мы поймем, что сказано, почему говорится именно человек, Одам, который принесет жертвоприношение. Что сила приблизить весь мир к божественности, это только в руках человека. Только человек способен это сделать. Идея такая. Человек называется так, потому что Одам от слова Адмела Эльюин, он похож на Всевышнего. Как это объясняется в ликвиде этой твери, что еврейские души, они посланники свыше. А посланник человека, как сам человек, то есть наша божественная душа, это все равно, что сам Всевышний. И даже выше, чем это. Потому что мы говорим, душа, которую ты мне подарил, чиста она, источник нашей души, это Тегира Ило, говорится, какая-то высшая чистота, что это уровень выше, чем Ацилус. Это откуда произошли наши душомы. Знаете, когда я читала этот Маймер, все проблемы, все тягости, которые у меня были в этот момент, вам уж все улетучивается. Потому что ты как бы соприкасаешься с высшей целью, и все это, вот эта вся ерунда вокруг перестает вообще иметь смысл. Потому что все время, пока я, да, могу служить Всевышнему, все остальные проблемы не проблемы. А нас Всевышний сюда послал. И в этом самая главная вещь. То есть мы, когда начинаем заниматься этим миром, мы забываем главное, нам кажется, что главное вот это и то, и все, и оно не получается, и мы страдаем. А главное совсем не то, и оно, да, получается. Мы в этом мире, чтобы приблизить мир ко Всевышнему. И только у нас есть силы. Почему? Потому что наши душомы откуда пришли? Они пришли с уровня выше, чем Ацилус. И говорится, даже больше, чем выше, чем Ацилус. Они пришли от сути самого Всевышнего. Потому что с процедой вопрос написано, с кем Всевышний советовался, когда он решил сотворить мир. Оказывается, что да, Всевышний советовался с кем-то. И с кем же он мог посоветоваться до того, как он кого-либо сотворил? С душами. Потому что мы были частью его, и с нами он посоветовался, и мы все вместе совместно решили, мы с вами там решили. То есть это не было сделано против нашего выбора. И когда дети говорят, типа, кто вас спрашивал, родители меня рожать? То оказывается, что да, спрашивали, и они согласились. Так что, да, так что это было их согласие. Всевышний советовался с верейскими душами творить мир, и мы согласились. Мы с вами сказали, будем строить мир. С условием, что мы отправимся в этот мир, чтобы приблизить и сделать из него жилище для Всевышнего. А как такое может быть, что Всевышний как бы один, и какие-то души в нем существовали? Это я не понимаю. Ну, объясняется это, как в мыслях Всевышнего была идея о сотворении душ. То есть это как бы мы были, мы уже, да, раз в мыслях Всевышнего, то это как бы мы уже, да, существовали. А только... Были в полу таком... Только не в отрыве, только не в отрыве от него. То есть мы еще были не независимые существа. То есть у нас уже сотворил, но внутри себя там... Да, ну это... Насколько я могу представить, что это типа такое. Ну, типа как вот ты советуешься сам со своими мыслями, и мысли тебе сказали, да, и мысли твои тебе сказали, будем делать мир, и ты берешь эти мысли и делаешь из них души уже самостоятельно и посылаешь их в мир, потому что они те, которые участвовали в возрождении этой идеи, поэтому они больше всего подходят к тому, чтобы этот проект не провалить. Они будут больше всего заинтересованы в том, чтобы это произошло, потому что мы с вами там были со Всевышним, говорили и решили, что должен быть мир. Решили, что должен быть вот этот вот мир темный, низкий, со всеми этими проблемами. Вы понимаете, мы все это решили, и мы пришли в этот мир, чтобы этот мир спасать. И мы его спасаем. Потому что говорится, что источник душа это ад, смысл Всевышнего. В суть мы не просто были части какой-то там света божественного Всевышнего, были части его сути. Одам по имени Адмил Эйлен похож на Всевышнего. Поскольку мы похожи на Всевышнего, поэтому в наших возможностях приблизить весь мир к божественности. Если мы с вами можем приблизить мир к божественности, то 100% мы с вами можем построить еврейский дом, исправиться и с мужем, исправиться и с детьми, исправиться со всеми проблемами и со здоровьем, со финансовыми проблемами. Мы просто не понимаем всю свою силу. Мы не понимаем, что у нас есть сила Всевышнего, что это не ограниченная совершенно сила. Когда мы узнаем про это, тогда у нас раскрываются очень большие возможности. Потому что самая большая проблема это когда ты не знаешь, что у тебя есть такой вот вариант. Вот представьте, вы пришли в какой-то, не знаю, дом с разными функциями. А, я вам расскажу эту историю. Мы приехали когда в Америку и поселила наша тетя нас. Мы приехали поздно ночью и она сама была тоже усталшая, замученная. Она встречала нас с аэропорта и все. И привела она на нас в квартиру, которую она сняла для нас. Ну, вы представляете, мы только приехали с Раши еще не сейчас, а в те времена, 93-й год, в эту современную квартиру, притом не в Нью-Йорке, а в Мэриланд. Там все как будто вообще совсем другой уровень, жизненный уровень, чем здесь, да? Все современное, все такое шикарное, классное. Да, и вот она вела нас в квартиру, показала там, типа, как душ включается, все остальное, да? И все, и пошли спать скорее. И забыла нам показать AC, как работает. Мы же с вами не знаем, что такое AC. И мы думаем, блин, холодно так, ужас. Это было в феврале, хотя как раз не было так холодно, но без отопления довольно холодно. И мы не знаем вообще, как включать тепло. Центральное отопление и кондиционер, все вместе там всегда. Я когда приехала в Нью-Йорк после Мэриланда, я так думаю, блин, что это такое? Что это такое? Я не поняла, что это такое? Я не знала, что такое кондиционер, я знала только AC. И все, она просто забыла показать эту коробочку, и что нам надо поставить правильную температуру, там была температура на 50 градусов построена, что ли, на 40, и все, холодно. И вот мы всю ночь дрожали, дрожали, и мама думает, боже мой, кошмар, как плохо. Куда мы приехали, это же еще хуже, чем в России. У нас нету даже хита. Понимаете, когда ты не знаешь, что есть такая функция, ты даже не можешь пойти искать и использовать это, просто потому, что ты вообще не знаешь, что такое существует. Вот то же самое. Да, мы накрылись 10 одеялами и дрожали, и думали, боже мой, куда мы приехали? Welcome to America называется. Потом утром пришла, она такая, это же так, все было легко и просто. Поднял крючок и все было бы тепло. А в любом случае, вот с нами похожая вещь. Всевышний нам дал совершенно неограниченные силы возможностей, мы с вами просто не подозреваем про это. И когда вот мы учим Хасидус, Хасидус нам раскрывает эти тайны нашей же души, что у нас есть такие силы необыкновенные, потому что мы частичка сути Всевышнего пришли в этот мир, чтобы приблизить этот мир ко Всевышнему, и мы можем это сделать. А раз мы можем это сделать, и мы знаем с вами, что мы можем это сделать, значит, что может стать на нашем пути? И дальше порядок, как идет это приближение. Порядок такой, как приблизить мир ко Всевышнему. Вначале нужно приблизить себя ко Всевышнему. Смотрите, как всегда, все интересно. Это работает везде так. И человеку так хочется кого-то исправить, кому-то помочь, куда-то что-то сделать. Ты никому ничего не можешь помочь, пока ты не поможешь самому себе. В первую очередь себя. Если ты хочешь приблизить мир ко Всевышнему, начни с себя. Приблизь себя ко Всевышнему. А когда ты сможешь приблизить себя ко Всевышнему, приблизить всех остальных идет совершенно автоматический процесс. Потому что уже тот факт, что ты близок ко Всевышнему, заражает всех вокруг, и они хотят быть такими же, как ты. Это просто уже идет само собой автоматически. Не надо сильно над этим работать. Первый шаг приблизить себя ко Всевышнему. Говорится кшоит ацмухо. Развяжи самого себя вначале. То есть если вы в плену, и вы хотите спасти всех пленных, для того, чтобы вам спасти всех пленных вначале, вы должны развязать себя. И тогда ты можешь развязать всех остальных. А после того, как ты развязал себя, ты можешь поднять весь мир и развязать остальных. И поэтому теперь мы понимаем лучше эту фразу, почему написано вначале «Одам» человек. Потому что только в силах человека сделать такую необыкновенную вещь. Принести в жертву это имеется в виду приблизить ко Всевышнему. Киокриф Микен, если приблизит он из вас, из вас сделает жертву для Всевышнего, приблизит весь мир ко Всевышнему, что вначале должно быть корбан из вас. Поэтому слово из вас неправильно в неправильном месте написано, чтобы подчеркнуть. Потому что когда какое-то слово в неправильном месте, то оно сразу вызывает у нас внимание и удивление, чтобы подчеркнуть, что прежде всего приблизи себя. Если ты хочешь приблизить мир, приблизь себя вначале. Каким образом это происходит в службе человека? Конкретно в начале тфила молитв. Вот наше приближение ко Всевышнему молитва. Молитва это сойлом, это лестница, которая начинается с самого низа, с земли. Когда мы начинаем молиться, в этот момент мы с вами полностью под силой и влиянием животной души, ецергоры, мы полностью в этом мире. И нас волнует только этот мир, и для нас мир это самое главное. Но продолжая молиться с ковоной, мы постепенно, постепенно, отрываемся от этого мира. И вдруг для нас становится уже главное совсем другое. У нас меняются приоритеты. Мы приближаемся ко Всевышнему. Мы буквально как по лестнице карабкаемся от земли до небес. А и благодаря нашей тфилой молитве мы поднимаем себя из уровня земного человека до уровня небесного. Мы поднимаемся к своему источнику души. И это называется развяжи себя. То есть в принципе как мы с вами активируем нашу божественную душу, вот ту, которая с неограниченной силой и возможностей, это молитва. Молитва это наше самое чуть додейственное средство для того, чтобы освободить нашему, чтобы она действовала. А пока мы не освободим ее, чтобы она действовала, то мы можем провести весь день и сражаться совершенно бесполезно со своей животной душой циргорой, потому что мы самым главного помощника не взяли в эту войну и борьбу. Наша нышома, она сидит в заперти, связанная, и мы ее никогда не освободили. И как мы собираемся провести целый день и сражаться со своей циргорой? Нам прежде всего нужно открыть темницу, освободить нышому, и это происходит во время молитвы. Вот тогда, когда нышома с нами, мы можем сражаться с животной душой телом. после этого, после молитвы, есть еще один момент, как мы освобождаем нашу нышому. Мы идем, мы должны поучиться, говорится, после синагоги идут в бейс-медрэш, бейт-экнессет, поучить Тору, то есть мы знаем порядок какой, чтобы молитва была, как мы говорим, чтобы действительно помогла развязать нашу нышому. Перед этим нам тоже надо что-то получить, какую-то хасиду с хаймьем, танью, и это уже нас настраивает на правильную молитву, потом мы молимся, и после молитвы очень хорошо тоже получить Тору, сделать хитнес, например, хумаш, и это необыкновенная вещь, которая помогает нам полностью развязать руки нашей нышоми. А вот после этого идите в мир. Вот теперь мы готовы для встречи с этим миром. И как вы видите, вроде как это такой целый большой момент, с чего мы должны начать утро. На самом деле он должен быть таким большим, потому что мы знаем, что особенно для женщины еврейской, когда для нее самое главное это ее семья и дети, и она не может позволить себе два часа молиться с Мининым, поэтому у нас нету этой заповеди молиться с Мининым, но что да, мы можем себе позволить, потому что нам тоже нужно силы нашим душам еще больше кому-либо другому. Мы можем сделать весь этот процесс, поучиться, помолиться и потом опять поучиться, можно это сделать буквально за 15 минут, за 10 минут, если вы хотите. Сказал «Хайюм-йойм, шма, шмон-эсра». Прочел «Ты не можешь сделать даже весь хит, сделал первых два посока и последних два посока».